Празднование Дня Мартина Лютера Кинга для методистской церкви Холмана в Лос-Анджелесе – событие особенное. В 1968 году, менее чем за три недели до своей гибели, Мартин Лютер Кинг выступал здесь с проповедью о равноправии рас. В этом году, в честь Дня посвященного борцу движения за гражданские права чернокожих в США, церковь устроила концерт городского юношеского оркестра Лос-Анджелеса, самого крупного юношеского оркестра в США с наибольшим количеством чернокожих музыкантов. В программе музыкальная композиция на слова знаменитой речи Мартина Лютера Кинга «У меня есть мечта», а также премьера музыкального произведения по мотивам стихотворения современной чернокожей поэтессы Аманды Горман «Холм, на который мы восходим». Аманда читала его в 2021 году во время инаугурации президента Джо Байдена. «Мне это стихотворение очень близко. Я тоже чернокожая девушка, чьи предки были рабами. И мне очень важно осознавать, чего мы, афроамериканцы, достигли с тех пор и насколько изменилось наше общество». Автор музыкальных композиций, профессиональный дирижер с 40-летним стажем Чарльз Диккерсон, вспоминает, как летом 2009 года молодые музыканты из Южного Лос-Анджелеса, района, где в основном живут афроамериканцы, пришли к нему с просьбой создать юношеский оркестр. «В Соединенных Штатах существует множество юношеских оркестров. Большинство из них в белых районах, там, где живут состоятельные люди. В чернокожих же гетто классических оркестров нет. Эти молодые люди живут в этих районах, и они могут играть ничуть не хуже остальных». Сегодня в составе городского юношеского оркестра Лос-Анджелеса 75 человек. Сюда принимают детей с 10 лет. Оркестр – некоммерческая организация, и музыкальные занятия бесплатные. Даже при необходимости здесь обеспечивают детей инструментами. В 13-летней истории оркестра немало значимых выступлений. «Я играл для Мишеля Бамы, также выступал на Национальной аллее в Вашингтоне, выступал для Национальной футбольной лиги. Я повстречал большое количество значимых людей и накопил огромный опыт выступлений». Несмотря на то, что в оркестре выступают в основном чернокожие музыканты, его двери открыты для исполнителей всех цветов кожи. «Этот коллектив помог мне стать тем, кто я есть, помог мне понять, что я хочу стать классическим музыкантом. Этот оркестр прекрасен тем, что, несмотря на то, какой у тебя цвет кожи, он открывает тебе двери в классическую музыку». Чарльз Диккерсон убежден в том, что во всех крупных городах с большим количеством афроамериканцев должен быть такой оркестр. Сегодня он организует второй подобный ансамбль в неблагополучном районе Чикаго. Евгения Дилу, Анатолий Кошенко, Настоящее время Америка, из Лос-Анджелеса.